Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! Смотрите сегодня. В Сочи могут построить еще один приют для собак. Об этом стало известно на планерном совещании главы Сочи. Дома, где живут ветераны, будут украшены звездами, а дамам сделают прически и маникюр. В Сочи озвучили, как курорт отметит День Победы. Посмотрите направо, посмотрите налево. Еще опишите объект, не называя его. В Сочи выбрали лучшего экскурсовода. Сочинские школьники спасли 96 гектаров земли, 2 миллиона литров воды и почти 5000 ежиков, всего лишь собирая батарейки. 11 лет проведет за решеткой сочинский застройщик. Таков приговор суда. Заседание состоялось сегодня. 41-летний сочинец причинил ущерб покупателям квартир на сумму свыше 280 миллионов рублей. От рук мошенника пострадали более 190 человек. Денис Никулин признан виновным в покушении на мошенничество в крупном размере и хищение чужого имущества путем обмана, опять же, в особо крупном размере. Сочинец заключал в простой письменной форме различные договоры. Договор купли-продажи на жилые помещения, договоры займа, договоры купли-продажи доли в товариществе, а также договоры инвестирования. На основании этих документов брал с людей деньги на строительство многоквартирных домов в Сочи. Никулин не имел разрешения на строительство данных домов, не оформил изменения целевого назначения земельных участков, не обладал заключением государственной экспертизы, разрешающей строительство многоквартирных домов, и начал самовольно возводить дома. Он не предупредил о возможных рисках о том, что данные самовольно возведенных дома могут подлежать сносу. От действий застройщика пострадали жители нескольких регионов России. Сумма ущерба составила для каждого из них от 650 тысяч рублей до 8,5 миллионов. Суд вынес приговор. 11 лет в исправительной колонии общего режима. На имущество застройщика наложен арест. Вопрос о разрешении гражданских исков потерпевших будет рассматриваться отдельно. В Краснодарском крае 7 мая объявлено дополнительным выходным днем. Это связано с Радоницей, православным праздником, который приходится на 9-й день после Пасхи. Постановление подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Ну и к другим новостям. В станице Азовское северского района наладят водоснабжение, а в Абширонском районе построят новый автомобильный мост. Об этом стало известно на приеме граждан, который провел Вениамин Кондратьев. На встречу с главой региона приехали люди из разных уголков Кубани. Какие еще проблемы жителей края нашли свое решение, расскажут наши краснодарские коллеги. Ржавая покосившаяся конструкция в самом центре станицы Азовской. Так выглядит накопительная емкость, которая обеспечивает водоснабжением все поселение. Три года назад тысячи людей начали получать воду по графику. На резервуар обрушилось дерево, из-за чего объем воды снизился на одну треть. О проблеме станичников Владимир Николаев приехал рассказать губернатору на личный прием граждан. У нас перерывы с водой, они действительно есть. По 4 часа дают утром, 4 часа вечером. И вода подымается каждый раз, когда запускают систему прокачки, подкачки воды, мутная вода. Три года они находятся в таком режиме подачи воды, где они ее ждут. Либо есть график, либо нет графика. Здесь, чтобы не было разногласий, нужно просто проблему это устранить. Раз была вода три года назад на нормальной системной основе, то мы просто должны вернуть то, к чему они привыкли. И здесь я хочу обратиться к Евгению Владимировичу. И, значит, посмотрите на подобные ситуации, где какие-то техногенные ситуации, техногенные, либо уже стопроцентный аварийный износ, все равно у нас не настолько это критично. В целом, понятно, проблема серьезная. Но вдруг что-то повлияло вот на этот комфорт жизни, с точки зрения подачи воды, то надо не три года, даже не два, но максимум в течение полугода устранять эту проблему. Прежний накопительный резервуар восстанавливать нецелесообразно, рассказал глава района. Сроковая эксплуатация превышает 40 лет. Проблемы с водоснабжением в станице Азовской поможет решить новый накопитель. Его возведут в течение трех месяцев при поддержке краевого бюджета. Станичники уже в ожидании, когда в их дома вода будет подаваться круглосуточно. Ремонт и строительство коммунальной инфраструктуры – один из частых вопросов на личном приеме у губернатора. Евгения Лазарева приехала из Щербиновского района. Мениамину Кондратьеву она рассказывает о жизни в маленьком поселке Прелиманском, в котором проживают чуть более 60 человек. Ежедневно им приходится ездить в соседнее поселение с канистрами и бутылками, чтобы набрать домой воды. Поселок маленький, там всего лишь до 100 человек проживает. Там пенсионеры, дети и без воды. В поселке уже много лет не работает центральное водоснабжение. Почему так произошло, Вениамин Кондратьев интересуется у местных властей. Губернатору докладывает, трубопровод устарелый уже не предназначен для работы. Однако ремонт и замена центральных водопроводных сетей планируется уже в ближайшее время. Глава региона строго определил сроки. Водоснабжение в поселке Прелиманском нужно восстановить до 1 августа. В числе заявителей сегодня и Татьяна Будко. Для девушки попасть на прием граждану губернатору, как последняя попытка решить наболевшую проблему. В октябре из-за разгула стихии в поселке Станционном произошло обрушение двух мостов – пешеходного и автомобильного. Часть поселка Станцион осталась без автомобильного моста. Часть поселка осталась отрезана полностью от внешнего мира. Так как мы живем на полуострове, у нас нет возможности выехать на своем личном транспорте, город по своим нуждам. Губернатору Татьяна рассказывает, что до большой земли жители поселка Станционный могут добраться только благодаря пешеходному мосту. Строительство нового путепровода уже запланировано на этот год, докладывает главе региона. Мост обойдется в 300 миллионов рублей. Однако Вениамин Кондратьев поручил подготовить отчет в целом по всем объектам, которые пострадали во время Октябрьского ЧАЭС. Здесь поручение скоординируйте и министр углового ЧАЭС края пусть подготовит комплексное решение. И уже достаточно времени про что, в течение месяца доложен. В целом, по жителям, которые находятся в подобной ситуации. Теперь давайте по этому вопросу конкретно. Есть какое-то решение? Еще ранее в муниципальном образовании была разработана проектная инвентация на строительство моста. 1 мая муниципальное образование подготовит землю. 1 июня мы проведем отбор муниципального образования по доведению денег. Я думаю, что с 1 сентября начнется строительство данного моста. 1 сентября 2020 года автомобильный мост будет, по вашим подсчетам. И уже дети в 2020 году смогут с родителями на их автомобилях подъезжать к своей школе. Там, кто будет это довозить. Татьяна Батко, как и другие заявители, отправились домой с хорошими и, главное, важными новостями. Ведь на личных приемах граждан проблемы кубанцев находят оперативное решение. При участии глав районов и руководителей краевых структур. Яна Бузычкина, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Развитие альтернативной энергетики, экспорт вина и создание совместных строительных предприятий. Перспективные направления сотрудничества Краснодарского края и Германии сегодня обсудили на встрече глава региона и полномочный посол Федеративной Республики в России. За прошлый год аварооборот Кубани с Германией превысил 300 миллионов долларов. Особое внимание в отношениях уделяется экспортному потенциалу. Сейчас на немецкий рынок готовятся поставки кубанского вина. Мы планируем уже осуществлять поставки вина, которое произведено в Краснодарском крае. Это российское вино на немецкий рынок. И, конечно, здесь мы максимально сегодня стараемся ускорить этот процесс. И, безусловно, я считаю, что требования Германии к тому, чтобы вино было качественно, абсолютно нами принимается, потому что мы тоже хотим, чтобы вино, которое поставляется на российский рынок сегодня, из других стран тоже было качественным. Мы максимально согласны с теми требованиями, которые проявляет немецкая сторона к российскому вину. Но, тем не менее, если вдруг будут определенные у нас какие-либо проволочки, связанные с бюрократическими механизмами, я прошу господина посла помочь нам, чтобы мы все-таки избежали вот этих бюрократических каких-то либо казуистики и смогли, на самом деле, поставлять качественное кубанское вино, российское вино на немецкий рынок. Что касается экспорта винодельческой продукции, это, безусловно, очень интересная тема. И в Германии она притянет к себе большое внимание, потому что у нас очень высокий уровень потребления вина. И, конечно, люди, ценители этого напитка заинтересованы в том, чтобы потреблять качественную продукцию, не только немецкое вино, но и из других стран. Убедиться в качестве кубанского вина посол Германии в России Рюдегер фон Фрич смог лично, посетив несколько краевых виноделин. Тесное сотрудничество между Краснодарским краем и Германией уже налажено в медицинской сфере и промышленности. Один из крупнейших мировых производителей сельхозтехники компания «Класс» локализовала выпуск зерноуборочных комбайнов в Краснодаре. Подобный подход можно применить и к производству строительных материалов, отметил Вениамин Кондратьев. Кубань занимает второе место в России по количеству жилья, которое строится. И мы бы хотели, конечно, чтобы и материалы, с которого сегодня возводятся, строительные объекты, в том числе жилые дома и архитектурные формы, были современными, качественными и комфортными. Поэтому я думаю, что все-таки можно пойти по пути создания совместных предприятий в строительной сфере между строительным Краснодарского края и немецким бизнесом. Я думаю, что от этого мы вместе только выиграем. Также в ходе встречи губернатор и посол Германии в России обсудили взаимодействие в курортной отрасли. В прошлом году край посетили почти 7,5 тысяч немецких туристов. Развитие больного лечения в регионе может привлечь еще больше людей, отметил Рюдигер фон Фрич. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. В Сочи из Жуковского в рамках летнего расписания полетов начнется выполнение рейсов из столичного аэропорта Жуковский в Сочи. Направление будут обслуживать две авиакомпании – ИР-Аэро и Уральские авиалинии. Полеты ИР-Аэро стартуют 25 мая. Самолет будет летать по маршруту два раза в неделю, по вторникам и субботам. А Уральские авиалинии откроют авиасообщение с Жуковским с 7 июня. Полеты запланированы по пятницам и воскресеньям. Напомню, Жуковский – это международный аэропорт в Московской области. Расположен на экспериментальном аэродроме Раменское. В 2016 году аэропорт открылся после масштабной реконструкции. Тише едешь – без претензий будешь. Сочинская госавтоинспекция проверила машины, владельцы которых не хотят оставаться незамеченными. Так, в ходе вечернего рейда в Центральном и Адлерском районах госинспекторы проверяли техническое состояние автомобилей. В частности, обращали внимание на наличие изменений в конструкции, на переоборудование выхлопной системы и установку так называемых прямотоков. Это не только незаконно, но и создает много неудобств тем, кто находится рядом. Используя прибор для измерения звука, полицейские выявили шесть автомобилей, чей уровень шума превышал максимально разрешенный предел в 96 дБ. Помимо этого, выявлено три чересчур тонированных автомобиля. Один с внесенными в конструкцию транспортного средства изменениями и один автомобиль с неисправным рулем. Он дальнейшее движение до спецстоянки продолжил на эвакуаторе. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. В Сочи может быть построен еще один питомник для собак. Об этом сегодня сообщил глава города Анатолий Пахомов на планерном совещании. Бродячих собак на улице должно быть меньше. Глава города требует к этой теме отнестись очень серьезно. Вроде бы для всех понятно, что бездомные животные представляют опасность. И зоозащитные организации работают в этом направлении, получая средства из бюджета на стерилизацию животных и стараются найти им владельцев. Тем не менее, проблема существует и решения требуются незамедлительные. Бегающих собак в городе не должно быть. Они должны быть в питомниках. Так договаривались. А если у нас питомников не хватает, им не рассказывают, что туда привозят, а потом потихонечку их выпускают или выпускают после обработки, то какая разница, что да, в обработке она опасна, эта собака для детей, что после обработки. Что нужно сделать? Если дополнительный питомник будем строить, давайте будем строить питомник. Впереди активный курортный сезон и порядок необходимо наводить везде, в том числе и во дворах домов. Глава города даст задание разработать дорожную карту по каждому адресу с указанием, какую конкретно необходимо в этом месте произвести работу. Сочинцам надо очистить территорию от мусора, где-то подкрасить окна, заборы, скамейки. Это касается частных домовладений. А спецавтохозяйство вывезет дополнительные объемы мусора. И это возможность для жителей избавиться от лишнего хлама во дворах. Одним словом, на 20 апреля намечен общегородской субботник. Я требую, чтобы сейчас, если это гаражные кооперативы, тоже там побывать, найти председателя гаражного кооператива, сказать, а, первое, санитарное состояние, б, кровля, крыши должны быть такими, как они были, когда мы их готовили к Олимпийским играм. Посады. Все привести в идеальный вид. Продолжается ремонт федеральных трасс, но он должен завершиться до начала активного сезона. Параллельно с 15 мая начинается ремонт муниципальных дорог. На сегодняшний день по Лазаревскому району, если конкретно интересует, то у нас есть всего, получается, 4 участка с реконструкцией мостовых сооружений и 5 участков с устройством реверсированного движения при устройстве подпорной стеной. К 1 июня должен полностью обновиться весь автопарк Сочи, а с 1 мая запланирован переход на безналичную оплату проезда в автобусах, что позволит пополнить бюджет города на 400 миллионов рублей. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В память о победе в Сочи пройдет многодневный велопробег, а на домах, где живут участники Великой Отечественной войны, появятся звезды. Масса мероприятий подготовлена и для самих ветеранов. В эти дни они проходят санаторно-курортное лечение в здравницах курорта. Глава города обсудил комплекс мероприятий, посвященных 74-й годовщине со дня окончания Великой Отечественной войны, со своим заместителем по социальным вопросам. Наш город – город патриотов. Какие мероприятия у нас будут проведены? Ну вот прежде всего я хочу похвастаться, что нам удалось по вашей инициативе, по инициативе городского совета ветеранов, возродить гонку мира. Это будет гран-при Сочи, многодневная гонка велосипедная. С 17 по 21 апреля мы проведем. Эта гонка проводилась с 1953 года в странах социалистического содружества и в Германии в ознаменовании победы. С 1988 года эта гонка не проводится. Мы сейчас ее возрождаем. Вместе с советом по делам ветеранов и администрации города Сочи. Прекрасное мероприятие, все расписано, все со всеми согласовано. Что касается самих ветеранов, то в эти дни им повышенное внимание. В Сочи уже стартовала акция «Согрей сердце ветерана». Это, по сути, тимуровское движение, активисты которого готовы чинить домашнюю утварь, копать огороды, одним словом, по всем фронтам, помогать пожилым горожанам. Обязательно обследовать все квартиры, дома, дворы, где живут. Все прошли. Ремонты начали. Ремонтных работ уже начали и мы будем делать. Сейчас мы уже насчитали 47 ремонтных работ нам необходимо. Почти 250 продуктовых наборов, 120 подарков, в том числе есть подарки с бытовой техникой и так далее. То есть, что кому надо. Все посещены, подготовим всем поздравления. Все памятники, докладывает Марина Бролюк, осмотрены и приведены в порядок. Разработан и план торжественных мероприятий. Кроме этого, молодежь рисует граффити. Кроме этого, студенты и школьники делают звезды на дома ветеранов. И я вам принесу, какой мы подготовили макет, вы утвердите. И мы такой будем вырезать из аракала. И стрижем, и маникюр для наших уважаемых ветеранов, женщин. Это обязательно для ветеранов, женщин, для вдов, парикмахерских, сделайте хорошие прически, маникюры. Обязательно все это сделать нужно. Ну и, конечно, наши событийные мероприятия. Это мероприятие у памятника во имя жизни. Это, конечно, возложение веков, свеча памяти, мемориал. И обязательно самое, что у меня есть внимательное отношение к каждому ветерану. Ну а пока акцент на лечение. Большая половина ветеранов уже прошли диспансеризацию. 100 человек пролечились в больнице. Порядка 900 в санаториях и на дому. Десятки сегодня отдыхают в здравницах Сочи с полным курсом санаторно-курортного оздоровления. Индивидуальное лечение в санатории Одиссея, что в Лазаревском назначили и Галине Белокрыльцевой. К слову, для нее и ее товарищей это ежегодная акция. В прошлом году отдыхала я в Шексне, в нашем же районе. В позапрошлом году в горном воздухе отдыхала. Очень рада, что нам сюда пришлось попасть. Надеемся, конечно, на хорошее лечение, на прием. И постараемся, конечно, мы тоже хорошенько подлечиться здесь и отдохнуть. Что касается празднования Дня Победы, то в Сочи оно начнется 6 мая. И вплоть до 9-го в городе пройдут десятки памятных акций. Одна из них – «Ветеран живет рядом» уже стартовала. В Госдуме пояснили, кому перерасчитают пенсию. Депутат Дмитрий Ионин рассказал, кто имеет право на дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа. По его словам, вопрос перерасчета касается в первую очередь жителей регионов, где много вредных производств. Это ветераны всех крупных производств. Металлургических предприятий, шахт, военных производств. Также за перерасчетом пенсии могут обратиться лица, служившие в армии, жены военных, люди необоснованно арестованные, а также те, кто находился в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком, ухаживал за инвалидами или сам был временно нетрудоспособен. Депутат подчеркнул, что многие категории населения даже не знают о том, что им полагаются доплаты. Сочинские школьники спасли 96 гектаров земли, 2 миллиона литров воды и 4800 ежиков. Такие подсчеты провели активисты экологической организации «Тут грязи нет». Эти цифры – итоги акции по сбору отработанных батареек. Пункты сбора организовали во всех школах города, а сегодня элементы питания передали на утилизацию. 500 килограммов, столько отработанных батареек удалось накопить детям. Пункты сбора были открыты во всех школах Сочи. Батарейки начали собирать в начале учебного года. И не просто собирать, а подробно изучать вопрос, насколько опасны содержащиеся в аккумуляторах тяжелые металлы, и почему старые элементы питания нельзя выбрасывать в обычное мусорное ведро. Одна батарейка загрязняет 20 квадратных метров земли. Из-за того, что если мы будем выбрасывать ее в обычное ведро, она потеряет свою оболочку, а спустя какое-то время все тактичные вещества выйдут и будут загрязнять окружающую среду. Акцию по сбору батареек организовала экологическая организация «Тут грязи нет». Эксперты подсчитали, одна выброшенная батарейка загрязняет 20 квадратных метров земли. Это территория обитания двух кротов, одного ежика и тысячи дождевых червей. Так что благодаря собранным аккумуляторам школьники спасли 96 гектаров земли, 2 миллиона литров воды и почти 5000 ежиков. Именно поэтому правильная утилизация настолько важна для сохранения природы. Если бросить одну батарейку, скажем, в озеро, вот примерно статистика 400 литров воды зараженной. Все школьники это начинают понимать со школьницами, что такое опасные отходы и что из отходов можно делать вторую жизнь. Отработанные элементы питания эко-волонтеры передали на утилизацию в специализированную компанию, которая работает с отходами такого класса опасности. Данные батарейки будут отвезены на наши производственные площадки, далее их будут разобраны на мелкие части. Те, которые будут использоваться как полезные ископаемые, будут передаваться дальше другим подрядам организациям на переработку. А все, что не полезно, будет утилизировано собственными силами, на собственных установках. Кстати, сейчас компания ведет переговоры с мэрией. В планах установить в Сочи специальные эко-боксы для приема батареек и лампочек. Скорее всего, такие пункты сбора вторсырья появятся в оживленных местах курорта, чтобы как можно больше людей могли, просто выбрасывая батарейку, помогать природе. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В Сочи собрались лучшие юные экологи страны. В нашем городе открылся заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по экологии. Всероссийская олимпиада школьников – это одно из самых масштабных интеллектуальных состязаний. Ежегодно во всех этапах в ней участвуют более 6 миллионов ребят – от Камчатки до Калининграда. Финальные соревнования проходят в различных городах России. В этом году право принять Всероссийскую олимпиаду школьников по экологии получил Сочи. На курорт приехали 232 школьника из 62 субъектов России. Продемонстрируют знания по экологии и двое кубанских школьников. В современную жизнь вводят новые понятия, такие как экология производства, экология жизни. Сегодня начнется большая олимпиада по экологии, и каждый из вас, безусловно, стремится к успеху. Вот я хочу, чтобы в этом стремлении к успеху появилось еще одно понятие – понятие экологии успеха. Желаю вам всем побед на этом пути. В программе представлены не только интеллектуальные состязания, но и познавательная программа с массой экскурсий. Преподаватели Кубанского госуниверситета проведут для участников лекции мастер-классы. Победители-призеры этих состязаний, выпускники 11-х классов, получат льготы при поступлении в ВУЗы и станут претендентами на получение премии государственной поддержки талантливой молодежи. В целом из их числа сформируют национальную сборную России на международные интеллектуальные соревнования. В Сочи при поддержке управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города прошел конкурс «Лучший экскурсовод Сочи». Какие задания предстояло выполнить его участникам и кто стал победителем – расскажем в нашем следующем материале. Суперкоммуникабельный, эрудированный, вежливый, внимательный – это далеко не все требования, которые предъявляются к экскурсоводу. Выбрать лучшего из лучших – задача непростая. Стать победителем такого конкурса еще сложнее. Второй год подряд за это звание борются представители сочинских турфирм. Именно этим людям предстоит формировать положительный имидж Сочи как курорта мирового уровня. Традиционно мы собираемся с санитарно-курортной экскурсионной отраслью города Сочи для того, чтобы определить лучшего из лучших в части проведения экскурсии на территории нашего города. Это конкурс абсолютно открытый. В нем могли подать заявки на его участие абсолютно любой сотрудник, любой из экскурсионных фирм города Сочи. Критерии очень простые – это опыт работы и регистрация на территории города Сочи. Чтобы побороться за звание лучшего, заявки на участие подали 10 экскурсоводов, ведущих фирм города. Задания были непростые. Конкурсантам предстояло рассказать о любом предложенном объекте в номинации «Природные богатства Сочи». А в конкурсе «Загадка» нужно было описать объект, не называя его. Также участникам предложили представить жюри небольшое эссе, рассказав о своей профессии. Я с гордостью могу сказать, что я экскурсовод города Сочи. Город Сочи влюбил меня буквально с первых минут пребывания здесь. Меня привлекла неконятная бирюза нашего моря, невероятно вкусный запах, напитанный ароматами приморских цветов и обилие улыбок на лицах людей города. Компетентная жюри, состоящая из профессионалов отрасли туризма, оценивала участников по бальной системе. Абсолютным лидером и победителем конкурса «Лучший экскурсовод города Сочи-2019» стала Анна Кунина, представившая турфирму «Ривьера Сочи». Папа, мама, я и еще несколько родственников в Сочи впервые пройдут соревнования по чирлидингу среди семейных команд. Это новая номинация международного фестиваля чирспорта «Яркие майские твои». Он пройдет с 29 апреля по 3 мая в Ледовом дворце «Айсберг». О своем участии уже заявили 3,5 тысячи спортсменов. Это представители 26 регионов России, а также 6 стран ближнего и дальнего зарубежья. В рамках фестиваля впервые состоятся соревнования среди семейных команд и состязания между командами вожатых детских оздоровительных лагерей. Главными наградами для спортсменов станут путевки в эти лагеря – «Артек», «Смена» и «Океан». Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте – fkt.com. Смотрите нас также в телепакетах Beeline на 76-й кнопке и в социальных сетях. В группах «Новости Сочи ФКТ» в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мико Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мико Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...